Больший груз Какой ветер сильный 19 ноября 2 часа дня Одну машину привез На Мане загрузил Потому что на Тонаре Туда где грузился не заехал Думал вообще на Мане ехать в Тюмень Но сказали Что Тонар должен быть другой А в Ман только не входит Поэтому Перегружаем Перегружаем все в Вольву Поедем в Тюмень Надо еще будет Ман бы сполоснуть Грязноватенький Так что Включаем установку Так Вставляем обороты Вещи Вещи нормально Пошел Перегружать Поехал я Догрузился Сейчас Поеду Перегружусь Ну Как дела Ну что уже Время Наступил вечер Забираем Так Включи Автомобилист Автомобилист Сейчас Вольву Перегружу И Так Мне сейчас еще надо Нам С этом Все Все мысли потерял Все мысли потерял Я что ж такое Сейчас я Закину Это все сюда Сейчас я На Мане Еще Поработаю Приедет Макс И мы с Максом Поем в Тюмень Вот В общем Получается Два Мана Вошло Вольву Поэтому Ман Кстати Сполоснул я Все видите Чтоб чистенький Стоял Красавчик Просто Красавчик Все Освещение Готово Поехали Так Свет Все замечательно Ох Какой хороший свет Так Ну все Сейчас я Поработаю Еще на манипуляторе И Ждем Макса Поедем В Тюмень В ночь Вот так вот и работаем Представляете Это получается С утра С 8.30 утра Вот все На ломовозе На ломовозе И это самое Еще в ночь В Тюмень ехать Все почему Смотрите Какой у нас Погрузчик На ломовозе Ай Красавчик Ай Браво Вообще Во львуха Во львуха Какая чистенькая Все Да Стоит Тоже Красота Красота Так вот и работаем На двух Машинах На мани Так тоже Красиво Да Панель Светится Чем-то На бмв Похоже Да Ман Мощный Конечно Ничего не скажешь Во львухе Далеко до мана Освещение Ну все Я все сделал Сейчас Заправляемся Пьем кофе С Максом Да поедем Запускаем Красоте Ну вот Салончик Больный Что скажешь Где красивее Да 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 Конечно У меня В обоих Машинах Безусловно В общем Что-то Автономка У меня Пока Заправляюсь Нифига Не работает Она Главная Лампочка Не тухнет Я сейчас Решил Попробовать Ну Сейчас Вот она На продувку Встала Слышно Сейчас она Должна Потухнуть Лампочка И причем Она Не показывает Никакую ошибку Ничего Не моргает То есть Как бывает Когда ошибка То есть Она запускается Работает Все Как бы Но Тепло Не идет Она там Что-то В холостую Работает Сама собой Хера Знаешь Заправляюсь Как у меня Сейчас Полбака Полбака Пока что Не знаю Что Надо Вот Сейчас Отключилась Сейчас Заново Запускаем Пойдемте Посмотрим Что-то Происходит С ней Заодно Посмотрим Как Соляронька У меня Это Слышали Зашумело Кстати Димас Из Тагила Включить У меня Вот здесь Все это Включается Вот так Вот И вот Так Сейчас Покажу Как Смотрится Димас Из Тагила Продекшн Классно? Конечно Классно Посмотрим Что там У нас Нормально Еще Еще Есть Место О Саня Кормочек Приехал Вот Она Автонома У Мне Автонома Вот Насос Заткал Слышите Сейчас Она Тут Должна Ну Она Вот Так Вот Начинает Делать И Это И Разгоняться Не Разгоняется Потом Ее Что-то Отсекает Она Как Это Самая Видите Все Забудила Вот Что-то Дымочек Дымок Пошел Небольшой Небольшой Пока Дымок Пошел Так Что У меня Тут Сопливом Я Сразу Несколько Делаю Все Автономку Тестируем Заправляемся Так Смотреть Горячий Воздух Идет Слушайте Ну Да Горячий Идет Горячий Может Разойдется Потому Что Ну Как Без Автономки Со Ремонта Давай Снимать Ее Снимаешь Траглебастер Родная Причем Переходник Ставишь Чтобы Утеклись Получается Не через Нешего Напрямую Вот так То Как Самолет Зашипело Зашумело Вот Насос Перестал Чикать Фильтр На насосе Я поменял Все Видите Все И Фильтр И Этот Насос Перестает Делать Все Видите На продувку Встала Не Работала Не Работает Автономка И Причем Она Не Выключается То есть Она Лампочка У нее Это Горит Вот Там Салон В этом Спальнике Можете Посмотреть Ролтый Огонечек Вон Там Горит Уборка Уборка В гараже Прежде Чем Подметать Нужно Вот Так Вот Сделать Чтобы Пыли Не Поднимать Прикольно Я Придумал Какие дела Можно Струю О Смотрите Почти Сюда Потолка Все В ноябре Крыша Побежала Минус 30 Макс Подогнал Сейчас Зальем Вот сюда Заливается Еще Кстати От кондиционера Делают Летом Значок И все Здесь Конденсат Капает И все Прямо Сюда Делают И от кондиционера Летом Конденсат Наполняет Вам Вольнички Как в Арабских Эмиратах Систем Так же Ну все В гараже Порядок Стол Здесь Вымыл Пока Макса Ждал Мусор Вынес Короче Еще Даже Раковину Помыл В гараже Нужно Следить За порядком Обязательно А если Вечно Устраивать Срать В гараже Везде Должен Будь Порядок И дома И в машине И в гараже В том числе Поэтому Следите За порядком А я сейчас Жду пока Тефальский Петит Мне Сенегорскую Воду Намешаем Кипа Кофе И поедем Пин-код Здесь Все Он сказал Где Где ты там Рататуй Бегает Хотел заснять Все В общем Поехал Сейчас Макс Заправится Тоже Поедет На улице Грязи Все Машина У меня Как всегда Чистая Как всегда Замарали Я думаю Надо Заехать Где-то Поесть Потому что Потому что Целый день Ничего не ел Целый день На этом Манипуляторе Работал Поеду-ка Я наверное В Сепан Заеду Какого-нибудь Шурпы Поем Заставились Маленечко С Максом Всякие Вкуснятины Будем Ехать Всю дорогу Есть Всякие Вкуснятины Добрались До Лопаевска Открывайся О Собака Как дела у тебя Голодная Слышишь печеньку Вон тут Там Припарковались 19 ноября Вечера У нас тут Смотрите Лужи Затарились Тепло На улице Прям Плюс один Мне кажется Где-то Как будто Весна Но впереди Еще зима Слушай А вот здесь Знак стоит Грузовикам Парковка Запрещена Мы же Не под знаком Стоим Это вот здесь Вот раньше Припарковывались А они Не хотят Останавливались Булочка Снежок Еще вот Такие вот Булочки У меня тут Весен Еще конфетки Се взял Прям Красота Макс Сейчас Подходит Говорит У него Колесо Спускает На трене Да Пойду Сейчас Посмотрю Я думаю Что Качать Доехать Смотрите Указатель Какой есть Шина Монтаж Прошел Нет Вот здесь Спускает Что-то Куда попало Сколько Атмосфер Восьмерка Ну и Супер Это излишки Выходит Это специальное Такое отверстие Короче Когда больше Восьмерки Оно нагревается И вот оно Стравливает Чтобы Давление У тебя Не больше Восьми Было Значит Такая резина Современная У нас Китай Таиланд Таиланд Фу Тем более Что Я думаю Что даже Можно Не переживать Ну что Время 22.09 Синячиха Добро пожаловать Добро пожаловать В Орбит Время 5 минут Второго Ночи Конечно Когда целый день Работаешь А потом Еще ехать Спать Что-то Хочется Прям вообще Смотрите Смотрите Здесь С правой Стороны Какой Красивый Дворец Культуры Будет Оно там Съедится Красота Животные Бегают Ну что вы стоите Убегайте Стоят они Вся дорога Столько Много Здесь Живности Это С ума Сойти Просто Вот И есть Всю Дорогу С небольшой Скоростью Потому Что Они Тебя Как Специально Вдоль Дороги Караулят Потом Ходят Быстренько Перебежать Но Чтоб вы понимали У грузовика У тягача Вольво Все Пластмассовое Если Не дай бог Кого нибудь Задеть То Пластмассу Придет Фонар Да и потом Жалко Животных Мне же Не виноват Что здесь Люди Построили Дороги Как-то Это Их Нестра Обитания Поэтому Будем Беречь Животных И ехать Аккуратно Давай Чистенько Работай Макс На все бабки топят Я говорю Езжай вперед Хоть говорю Костры Не близко Прошел Чего не мог Не нормально Все Больший груз 40 груз Я работаю Не боюсь Перегрузы Норма Для меня Весовой контроль Внимание Соблюдайте Скоростной режим Предупреждаю Внимание Соблюдайте Безопасную Дистанцию Внимание Ожидается Ухудшение Погодных Условий Дела Прямое включение Москва Центр За Москва Речи Расскажь Мой Эти старые Качели Делай громче Дальше будет горячее Качели До могилы От колыбели С утра Понедельника До вечера Конца недели От зубной щетки И завтрака До мягкой постели От круглых иллюминаторов До холодных тоннелей От невыносимой жары До вьюга метелей От красно-желтой листвы До первой зелени Тем не менее Имея свое мнение Мы стелим во всем направлениям Для зеркала Всеми Ну что Осталось Время Так Время у нас Одна минута Шестого утра 18 километров До аэропорта Рощина Осталось Здесь вот Получается Аван Горячий Смотрите Как светится Красиво Завпечатлево Видите Красота Просто вообще Очень красиво Светится Все Нарядненько Зеленые холмы Это деревня Нацелили Так подсвечивается Еще Светится Это деревня Получасткового утра Довольно Ездим в Тюмень Мышленка работает Получасткового утра Ну конечно Еще Красный Загорелся Чего же нет Думай на зеленые проскочил А это как раз и светится аэропорт Трощина. Как-то немаленький, слушай, аэропорт. Вот дороги в Тюмени, смотрите, впереди железнодорожный переезд, скорость 60. Обратите внимание. Переезд. Просто вообще. Не знаю, Макс, с чем это связано. Смотрите, какие дома красивые. Красиво как светится. Макс, продублируй, что ты говоришь? Я на пристегнутые ездишь? На поле? Вообще никогда. Вот и я продолжу пристегнуты. Ну а в легковушке пристегнуты? Да нахер на, ты чего тут кого пристегнуты? Блин, ни капота спереди, ни ничего. В крайнем случае, есть шанс катапультироваться куда-нибудь, чем, блядь, остаться зажатым. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну-ка, Макс, давай ровняйся рядом. Кабина о кабине. Попробуем. У кого мощи больше. Легу ты бишь. Сейчас тартанем с Максом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сенера, он в дыбы встает... Е-мое... У Макса борт открылся... А я не могу... Макс, я думал, ты сейчас в дыбы встанешь... Макс, я думал, ты сейчас в дыбы встанешь... А ты вообще красавчик... У тебя сзади борт открытый... Тут ты еришь... Да конечно ты... Стартуешь как... Орел... Смотрите, как красиво вдалеке Тюмень свинится... Красота... Красотища... Красота... Красотища... Ну вот... Мы в Тюмени наконец-то... В городе... Время от 6 утра... Налево поворачиваем... Если я не ошибаюсь... Улица Щербакова... Вроде я не ошибаюсь... Вроде я не ошибаюсь... Да... 90... ДТ... 67-72... 67-72... Катая цена... Катая цена... Вот... Здесь вот если ехать все прямо... У вас будет через два километра... Круговое движение... И вот не доезжая кругового движения... Будет место где покушать... Узбекская кухня... Я там всегда кушаю... Она работает круглосуточно... Вот этот участок дороги... Мне не совсем здесь нравится... Почему? Потому что... Здесь... Ну... Все двигаются в две полосы... Но вот... Именно когда едешь в сторону кольца... То есть... В сторону... Улицы... Какой там... В сторону выезда... Получается... Да... Из города... То есть... Прямо ехать по круговому... Там... Выезд на тожду... Вот... И это... Они все пытаются... Здесь... Ну... Я, конечно... Максимально пододвинуть... Сколько я могу... Ну... Просто у меня там дальше... Торгирует... Ну... Я, ребят... Реально прижался... То есть... Я... Не по-наглому еду... Все нормально... Все... Моя человеческая... Вообще... Как бы... Мне кажется... Все-таки... Здесь одна полоса... Широкая... Уже нет разметки... Что здесь две полосы... Правильно? Правильно... Поэтому... Широкая... Поэтому... Я думаю... Все четко... Спать мне... Да... Я думал... Сейчас заехать... В эту Загодину... Похавать... Ну... А потом подумал... Лучше я... Наверное... Потому что мне... По восьмого утра... Уже на разгрузку заезжать... И я думаю... Лучше я... Этот часик... Хотя бы посплю... Потому что мне же... Надо будет потом... Еще обратно ехать... Думаю... Лучше я покемарю... А на обратном пути... Уже я покушаю... Думаю... Будет правильно... Тем более... Я в Магдите... Взял там булочек... Снежка... И это... Так-то я вроде... В принципе... Удалил голод... Вот такая... Тюмень... Тюменская... Светофор опять... Что-то сегодня с утра... Все красные собрал... Что ж такое-то... Отель... Он стоит... Вот там с деревом... Отель... Начинаю... Стекло... Ой... Что они тут делают... Вот стекло... Грязновато... Сейчас я покажу... Где надо... Где можно покушать... Прям... Блин... Вкусно... У них там... Лепешки... Они в тандырные делают... Я вот... Лагманчик брал... Ооо... Какой лагман вкусный... А чай-то какой вкусный... У них узбекский... Прям... Чай вообще... Закачаешься... Вот как раз мы проезжаем... Вот здесь вот получается... Ааа... Ну да... Торговый... Гаф... Кто там... Блин... Танц... Это... Ну все правильно... Танц-зал на Щербакова... Щербакова эта улица... Красавчик... Все знают... Вот она... 24 часа... Сагдиана... Сагдиана... Узбекская кухня... Поэтому вот туда и кушать нужно... Хорошо там кормят... Прям... Можете даже не думать... А заезжать... Моя личная рекомендация... Демаса из Тагила... Через... Двести... Пятьдесят... Метров... Круговое движение... Второй съезд... Ага... Бельжанский тракт... Прямо после Кругового... У меня вот на Тимофея... Черкова... 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 Не знаю... Не знаю... Правильно... Черкова... Черкова... Короче... Вон... Так вот... Все... В принципе... Я на месте... Я на месте... Вон... Чуваки... Метаном... Приехали... Загравляться... Банты... Целось... Это хреново... Когда у тебя... Грузовик... Да... На газу... Вон... Черных металлов... Двадцать пятьсот... Цена... За тонн... Двадцать пятьсот... Ну... Плюс... Еще... Процент... Тоже... Приемка... Потом... Цветная... Мей... Ладони... Все дела... А... Алюминий... Императрица... Машины ведущих... Где-то Ромыч говорил... Здесь столовая... Говорит... Обрата поешь... Говорит... В столовую... Можешь здесь заехать... Жестянку... Говорит... Где-то здесь... Говорит... Где-то здесь... Возле жестянчика... В столовую... Что? Так... Столовая... Столовая... Магазин... Рыбное место... Кто? О! Я не знаю... Везде столовая... Сказал... Где-то жестянки... Пацаны занимаются... Там... Говорит... Столовая... Может где-то вот здесь... Вот в этом... Райончики. Где-то, где-то здесь, наверное, автобаня, причем для грузовиков. Так, лом. Ну вот какое-то здание есть, но не знаю, вырезки столовой я не вижу. Гипершина, шинный сервис. Не знаю, где слова. Ну ладно. 20 ноября. Куромыча на приемке. Капец, какие горы металла. Охренеть можно. Просто все завалено, нахренеть. 22 тысячи ценник. Средний металл, конечно. 22 500 даже. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Красивое. И доезжающая вольва на весной. Вот это видово. Поспали ровно сейчас. Ни хрена не выспали. Тюмень! Вдалеке вон какая красивая Красотенька Тюмень Похожи-нафи Турки, по всейает Для Clarins Ст構 Vlad Струбов Из Ни Горицы Сер présент w 3 Лай 1 2 Plux Ничего по радио нет. Во, что-то все стекла разбили. 20 ноября, да? А снега нет, посмотрите. Красота так-то вообще. Так-то всегда вот в ноябре-то уже снег. Но я думаю, что погода даст по-любому джазу. Как потом все осадки, которые должны были выпасть, как выпадут? И будет просто. Я поворотик переездал работать на прицепе правой. С электрикой что-то, что ли? Минус 2 на улице. Пробег у меня на 20 ноября 2024 года. 916 тысяч километров. 916 тысяч 991 километров. 105 литров в баке. 56 литров расход на сотню. Что еще здесь? Дорядка 28,3. Короче, такие вот параметры. Жека звонил сегодня. Позвонить ему дали. На манипуляторе кто у нас работает. Сегодня он откидывается с ИВСа. В ИВСе отдыхал. Всю неделю. Вот. Поэтому оплачивайте, ребята, штрафы. Потому что за неоплаченные штрафы реально уехать в мини-отпуск. Ну, завтра он уже выйдет на работу. Никакого? Или он, смотри, сколько мяса входит. Пока давайте все. Побежали, побежали, побежали. Все, я всех распугал. Огонек. Кафе. Макс, ты проголодался? Есть такой момент. Тихий огонек. Тихий огонек. Все, мы пошли есть. Кошка, что там нюхаешь? Моя игра 98 Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра А здесь правила одни, и цель одна это стать. Моя игра Она мне принадлежит Ты таким же, как и я Моя игра Моя игра Здесь правила одни, и цель одна Ну что, я заправился. В общем, вот цены на 20 ноября. Сейчас можно их спокойно разглядеть. 20 ноября 2024 год. Газпром. Город Ирбит. Свердловская область. Газ 3230. Дизельное топливо 67,52. 92,53,83. 95,50,768. 95,50,57,68. 95,50,59,18. И 100,77,80. Такие вот цены. В общем, пошел небольшой снег. Погода немножко ухудшается. Вольвуха была чистенькая. Сейчас не совсем такая чистенькая уже стала. Вот, я думаю, надо пойти взять кофейка в дорогу обязательно. Кофе я вот предпочитаю брать на заправке, потому что оно здесь такое бодрящие. Кофе. Вот, как раз видите, реклама «Заправься бодростью». «Заправься бодростью». Поэтому такие вот дела. Что, пьем капучино. Капучино 300. Цены на кофе. Очки, смотрите, какие цены. Есть такие интересные, как у меня. Безопасность и комфорт днем и ночью. Кстати, очень хорошие очки. Рекомендую, я их брал на «Заправься бодростью». Батончики. Как протеиновые. А, вот протеины есть. Спортзоли такие есть. О, капитый готов. Приятного. Тресь и сахар надо. Сахар. Раз, два, три. Готово. Кофеечек прям превосходный. Еще так получилось, что его оплатила топливная карта. Оказывается, можно... Короче, рассказываю лайфхак водителям, у которых есть топливная карта. Здесь топливная карта, да? Прикиньте, на нее можно покупать не только топливо, но и кофе. А я чисто случайно вместо своей карты даю топливную и все провожу. Я такой, ну ой, так я говорю, топливную карту дал. Все нормально. Кофе на халяву. Организация платит. Пойдет. Кофе хорошее. Прямо вообще. Ох, красота. Всем привет, Сербита. Решил я, в общем, поехать с Максом не через... Давай, поворачивай. Поворачивай. Как, блядь, на грузовике. Это. Решил я поехать не через Алабаевск, а через режь. Макс говорит, давай, Димон, сменим обстановку. А что ты на красной стоишь? Зачем? На нас, да, зеленообщие. Да, конечно, ты что? Пошел. На желтый, красный проехал. Она охуела, блядь. Я думаю, моргает нахуй, я пониженную в окно, лечу, блядь. И, блядь, она тронулась. Ну, Макс, а? Ну, Макс. Где-то, марстом потерялся. О, он там едет. Вдалеке. Стою, жду его. Чтоб не заблудился нигде. О, помчался. В общем, ребят, если вы едете, значит, с Ирбита в сторону Рижа, в сторону Невьянска, в сторону Тагила, то, проезжая Ирбит, вы должны после Стелла Ирбит, после Газпрома, который находится у вас с левой стороны, через 19... Сейчас на светофоре направо. Артемовский. То есть, вы через, значит, после Стелла Ирбит, вы должны через 19 километров повернуть на Зайково. Если вы не повернете через 19 километров на Зайково, а продолжите движение в прямом направлении, то вы попадете в Камышлов. После Камышлова у вас есть вариант повернуть налево, вернуться обратно в Тюмени, если вы едете с Тюмени, значит, получается, через Риж. Либо повернуть направо, вы попадете в Сухой Луг, Екатеринбург. Такие направления. Поэтому выбирайте правильные дороги, правильные маршруты и берегите себя и ровных вам дорог. Это так на радио говорят. Ну, что-то погода вообще испортилась. Уже... 45 вон дороги. Что там, блядь? Старые знаки. Уже, в общем, становится скользковато. Идея скользковато, что тут на почве не копают. Остановились? Чуть-чуть хотя бы размяться. Ебать. Вот сизыще какое пошло, а. Макс, ну что, как дорога, скажешь? Плохая. Плохая? Очень плохая, я бы сказал. Сейчас Америка на повороте поворачивала, чуть нас не собрала всех нахрен. Вон, одному трактористу хорошо. И вот всегда интересно, кто в курсе? Я, конечно, просто, боже мой, недалеко. Вот, тага сена, да, вот лежат. сейчас же скоро выпадет снег и их вообще оттуда уже с этого поля хрен забрать. Они что, должны, получается, перезимовать, что ли? Такое ощущение, что они уже там все гнить начали. И вот на многих полях вот такие вот лежатые, нафиг никому не нужны. пишите в комментариях, пожалуйста, что это, почему так, почему их оставляют, не забирают. Они ведь, допустим, ну, какие-то в пленке, а где-то нет. Ну что, 4 часа вечера город Реша. Как город, обездная. Дорога стала получше. Посыпали ее, на улице 0-1. Идет мелкий снег. Все еще продолжается 20 ноября. Хочется очень спать. То есть, получается, вчера я пришел на работу в 8, где-то в 20 утра. А сейчас 4 часа вечера. И поспал я за все это время 1 час. Ну, за полтора суток, получается. Не густо. Разбитые дороги. В общем, короче, что я могу сказать? Смотрите, какая река. Судоходная река. Что я могу сказать? Те, кто говорят, что через Реша со стороны Ербита в сторону Тагила ехать лучше и быстрее? Нет, ребят. Ни хрена не быстрее. И не лучше. Вот через Лапаевск вот это другое ело, через Синячев. А через Реш получается на час больше. По графику мы должны были вернуться в 5 вечера. Ой, ну, почти в 6, да. Ой, почти. Еще я говорю, в 5, да. Так вернемся в 6. с чем-то. Ну, такие дела. Поэтому мне больше все-таки нравится ездить через Алапаевск. Ну что, время в 6 часов вечера добрался я. Добрались мы с Максом Макс сзади до Невьянска. До Невьянска. Через 150 верните направо. То есть, получается, мы вчера выехали в 7 часов вечера. Пол седьмого а, нет, в 7, да, где-то. В 7 вечера мы выехали. Ну и, грубо говоря, в 7 вечера возвращаемся обратно. С учетом того, что целый день вчера, 19-го числа мы работали. я непосредственно на манипуляторе работал с утра до вечера. В 7 вечера мы уехали в Тюмень. А в Тюмень мы приехали в 6 утра в связи с погодными в том, с всем остальным в 6 утра. в 7 утра мы проснулись, по 8 утра мы заехали на разгрузку. Ну, все, разгрузились. Вот едем. Сейчас-то дорога уже ничего стала, но там местами-то было, конечно, прям неприятненько. колея, гололед. Очень, короче, это самое прям был. Нет, не очень приятно. И очень хочется спать. Ну, что тут осталось? До базы осталось, получается. У нас 51 километр, поэтому, ну, ничего, нормально. прорвемся. Спасибо огромное, что смотрите меня. Подписывайтесь, ребят, не забывайте обязательно. И всем позитива, удачи, берегите себя и ровных вам дорог, дорогие мои подписчики. Пока. Субтитры 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 Макс, опять 9 секунд осталось. О, какая красота у нас, окошко отстроено через грязное. Максимал, ее класс еще открывается. Прям не глил у нас, а в Лос-Анджелесе какое-то. Прям не глил у нас, а в Лос-Анджелесе. Молодцы, кто это поставил. Красавчик, поднимаете людям настроение. Добро пожаловать в Нижнедогилку. КОНЕЦ Продолжение следует...